всем здравствуйте это политбюро мне александр шелест и с нами на связи дмитрий потапенко мое почтение дмитрий добрый день множество вопросов начать хочу самого актуального 2018 год апрель кажется и мая 22 года курс доллара по отношению к рублю и евро соответственно один и тот же мы видим как мост биржа ну скажем так бьет новые рекорды с чем это связано ну это связано с тем что сейчас конечно курс который устанавливается на бирже он достаточно искусственный целом то почему вернулась россия это такое время постсоветского пространства или советского пространства когда существовали множественные курсы что обеспечивает низкий курс доллара скажем так он связан с тем что наши экспортеры продают по факту сто процентов валюты на сегодняшний день поскольку есть именно транспортные логистическая эмбарго на закупку большинства товаров и за три месяца не появилось никаких альтернативных потоков даже там через территорию того же ирана китая и индии по весьма понятной причине потому что вендоры то бишь поставщики ну в общем не по пояс деревянный товар прослеживается сейчас по всему миру достаточно легко и это иллюзорность что можно привести например на территорию россии что-то через китай либо иран либо индию без ведома поставщика это о чем говорит то есть любое эмбарго действует только тогда когда его соблюдает сама компания которая к этому присоединилась оно разрушается в ту же секунду когда эта компания решает что нет мы соответственно это эмбарго как это как бы политики или там экономисты чего бы ни говорили мы его будем обходить поэтому на сегодняшний день низкий курс доллара обеспечен тем что валюта по сути дела поступает очень много профицит бюджета российской федерации на сегодняшний день это 1 триллион 300 миллиардов рублей это колоссальный профицит потому что с при этом мы продаем нефти и газа меньше с большими скидками так например газ приблизительно на четверть мы продаем меньше но в связи с тем что цена выросла по отношению к тем контрактам которые мы заключались 274 долларов до сейчас по моему порядка 1 300 300 по моему 304 доллара на спотовом рынке вот то есть профицит колоссальный при этом например мы продаем нефть в ту же индию с дисконтом 34 процентов такого не было даже при советской власти но опять-таки цена выросла кратно и поэтому бюджета бюджет россии пухнет от денег поэтому мы есть там внутренние проблемы которые но это исключительно проблемы менеджмент стран как-то курс понятен почему такой низкий смотрите просто мы находясь в условиях войны так называемой специальной военной операции вот можем сравнивать вот эти новости пробежала новость в россии что вот и даже наличный рынок под банком разрешили продавать валюту всю без ограничений ну кроме доллара евро ну вот нам вот так звучит эта новость и мы которые смотрим на гос регулирование в украине курса гривни по отношению к валютам и приходим в обменник и видим разницу ну собственно похожую что курс у нас один а продают вот уже говорят там гривня будет 40 гривен за долларов в россии похожая ситуация что вот курс как бы вот такой а купить ну извините дороже раза полтора ну разница по моему как действительно мы приходим в этой части есть параллельности мы у нас действительно множественные курсы но спрэд так называемый то есть перепад между курсом биржи и тем что можно купить в обменниках но он процентов 10-15 конечно там не в два раза ну когда поскольку еще до спец так называемой операции описал подкасты с кианом отличу по экономике каждую неделю господин гетьманцев мой любимый персонаж украинской экономики потому что у меня всегда возникало ощущение что все что делают украинские чиновники они просто делают copy-paste есть такая две кнопочки нажимается они только с временным лагом приблизительно три-четыре года всякого гуана который у нас здесь в лепится потом внедряется в украине то есть особо сильно не раздумывал и мне кажется что по крайней то что я слежу за экономикой насколько это возможно в условиях достаточно закрытой информации что все уйдет в той же логике copy-paste увы я и не знаю честно говоря ну то есть в критических ситуациях нужно изменять экономическую парадигму потому что сейчас до помощи это великолепно но украине надо становиться самостоятельным игроком на европейском поле потому что когда-то рация так называемого закончится где-то границы будут проведены но рассчитывать на то что будет пола план маршала и за него не надо будет расплачиваться теми или иными там преференции это очень сильно на юм надо быть готовым что в том числе зарубежному бизнесу а я думаю что кстати будет бизнес турецкий китайский в первую очередь надо будет как-то противостоять очень сильно ослабленный украине а для этого должно быть экономические власти должны быть как бы это сказать очень сильно национально ориентированы должны быть патриотами не по паспорту очень хотелось бы а по сознанию и не воспроизводили какие-то псевдолеватские идеологии которые не имеют никакого отношения к экономике украины на израненные ее тело поэтому когда я надеюсь закончится острая фаза по-прежнему силу клубом будем встречаться виртуально сейчас немножко затруднено потому что есть достаточно кровавый контекст я прекрасно понимаю почему невозможно писать подкасты про экономику украины но как бы я надеюсь закончить мы вернемся в то же самое парадигма потому что пока все что делается это ущерб украинской экономики вы очень интересную мысль сказали что мол про план маршала на который но который обговаривают в украине которые у нас знаете как ну как морковка своеобразно все закончится а потом а потом вот сейчас для нас разработают план маршала а вы горите китайцы и турки будут править править баллы ну потому что рассчитывают на то что европа будет ну я к сожалению прагматик и практик я исхожу из того у кого ресурсов под конец всей этой а то есть я заглядываю за горизонт я заглядываю за за рамки территориальных целостности тех или иных государств потому что там 21 век войны за территорию это такая глупость это такая архаика с точки зрения вообще разума вообще наличие границ это величайшая архаика 21 века евросоюз но яркий тому пример что государство что ошибки называется государством этот термин я ввел его достаточно давно ты в публичное пространство его применяют очень многие экономисты то что ошибки называется государство показал абсолютно полную свою неэффективность еще на этапе когда в общем не спрогнозировала в общем не очень сильно большое заболевание под названием крови а самое главное до этого все страны поубивали свои инфекционные по сути дела подразделения это сделало государство это не частные компании и когда мы с вами обсуждали в других частях нашей программы о том что что такое объединение у нас есть две антивоенно-операционных коалиции одна частная которые блокируют россии и другая так называемая государственная я в очередной раз убеждаюсь что частники действует настолько более эффективно и более качественно что еще до того как возник возникла военная операция я говорил что представьте что например компания кока-кола и пипсикола выпустят частные деньги сколько государств падут как класс вообще существование государственных институтов так называемых государственных институтов это кормление абсолютно бюрократа и украине на мой взгляд особенно после окончания надо быть наиболее эффективным и не ждать плана плана маршала извне надо разрабатывать внутри потому что при том что ну можно все есть в интернете еще до избрания экспозиции ленского я говорил о том какие у него сильные черты какие у нее есть слабые и почему например до 24 числа у него был очень низкий рейтинг после этого он нас сказать ну стал мировым знаковым лидер но до 24 числа но у него были не очень высокие шансы на переизбрание будем честны и вот если он сейчас демонстрирует очень важные человеческие мужские качества крайне важно ему нужно в том числе и продемонстрировать качество в изменении команды а главное изменение экономической парадигмы потому что до быть воином это важно но нужно уже думать чуть чуть за горизонт нужно давать украинцам особенно тем которые уехали понимание как они будут возвращаться потому что территории выжжены их зачастую большая часть территорий зачастую бессмысленно восстанавливать но вот я привожу пример азов стали господина ахметова ведь если мы возьмем мы уберем военный аспект то азов стали это был очень архаичное советское предприятие я понимаю почему господина ахметов я уличном с ним не пересекался видели вот я видел он нескоро на конференциях вот я понимаю почему он не вкладывал ничего в азов причина очень простая архаичное предприятие да но безусловно она по сути дела нуждалась в сносе и моем физическом смысле его сейчас например восстанавливать нет просто бессмысленно мы просто его не дай его не должно существовать а тем более с такими технологии и соответственно там не будет города ну потому что большая часть людей работает на этом городе а сталь выплавлять нужно поэтому вот нужно уже думать план маршала здесь и сейчас потому что территории в 21 веке повторюсь они вторичны нужно думать о технологиях которые будут применяться в том числе и в сельском хозяйстве потому что украина это житница соответственно нужно понимать какие порты и как будут работать потому что простите поскольку я на территории украины приехал когда мне было 40 дней потому что моя бабушка анна ивановна васильева лежит в земле николаева мои родственники находятся на территории украины я как бы сказать украину знаю как свой маленький чуланчик но и верфи украинские то есть николаевский они достаточно архаичны и порты зачастую крайне архаичны с точки зрения технологий и об этом нужно думать здесь и сейчас разминирование это само собой там процесс но именно вот с точки зрения какие корабли можно принять как их можно скорость обслуживания потому что турция в этом смысле все что она делает с точки зрения логистики например логистических хаб стамбул то что они там перерабатываются сейчас аэропорт это просто браво просто и украине над думать уже здесь и сейчас а если это будет думать гитманцев то грубо я будем ходить строем и будем дрючить какие-то мелкие фопы за за фиг знает что ну то есть это это прям какой-то такой левацкий такой подход прямо ужасно то есть такое ощущение что коммунистическое прошлое она вернулась в настоящее в совершенно другую страну которая нуждается в ровно диаметрально противоположных том числе работа с частными деньгами работа с финансово-промышленными группами которые там называются олигархами потому что с ними надо в первую очередь выстраивать диалог и привлекать новых уже как говорится инвесторов они просто рассчитывать на то что построить дома детские садики все остальное инфраструктура вот это она вторична она нужна для того чтобы фундамент фундамент где люди будут работать они просто не вернуться у нас с вами будет убыль по украине по причине того что просто а куда ли у него возвращаться домов нету а главное работы нет еще вернуться даже в свой дом предположим можно но он пустынный разоренный там не подключена вода свет газ хорошо он человек как-то будет себе чего-то готовить там на огородике копаться но это возврат в этом в 16 14 века когда будем жить натуральным хозяйством уж говорим о украине и как раз стране поэтому вопрос национальной ориентации да да у у меня два таких уточняющих вопроса я должен поблагодарить каждого кто досмотрел видео до этого места сейчас наверное самое интересное вот вы затронули тем границ территорий как вы относитесь к визитам высшего руководства российской федерации на оккупированные территории херсонской запорожской области и ну вот мариуполе упомянули дал там берегенко был и скажем так как бы скажем и вице-премьер министр правительства был то есть но все эти люди были а так называемый лидер там днр говорит будет все уже здесь курорт есть планы у российской федерации на территорию которая не подконтрольная и откуда вот такая уверенность там рублевой зоне в работе там в единой системе ну они вот какие эти планы но не надо путать теплое с мягким задача как это в визитах различных людей на безопасно очень важно безопасную территорию продемонстрировать главному зрителю что я с тобой что в случае чистки помни что я там был я лично можно сказать чуть ли не своей крови все зачищал том числе знаете это когда вот там одевается там у нас пропагандисты девают шлем каску а то что там до линии фронта там шлем каска нужно когда осколки летают и это все равно что в центре этом москвы одеть бронежилет армейского образца поэтому здесь не не про то думаете ну то есть ключевой вопрос ведь так где бы граница не прошла сейчас мы не обсуждаем точку границ ключевым вопросом что если прекращается кровавая фаза то вот по этой линии должна быть очень серьезно с на всех сторон установлена демаркационная зона раз должны быть установлены такие противовоздушные войска должны быть установлены противопехотное соответственно заграждение то есть линия границ по при тихом мирном времени должна быть настолько закачана военной техникой всем остальным что страшно представить поэтому говорить о там рублевой зоне да можно всем рублира начислить раздать это все знаете копеечные истории вопрос опять-таки ключевой какая икон не важно чья территория какая экономика на этой абсолютно разбомбленной территории потому что городов нету это даже не вопрос азов стали там невозможно разговор о том что там можно восстановить какой-то завод то там выдвигает это чтобы болтовня потому что ключевой вопрос это не поставить цеха а восстановить экономические связи чтобы к этому заводу поставляли сырье материалы оборудование через мои лапки 2 там проходил и проходит этом директор простить 4 завода поэтому я когда был большей части там украинских заводов и российских знают как свою действительно чуланчик поэтому здесь фундаментально не про не пройти план они другое демонстрируют лояльность понятные для чего они приезжают там ставят памятники поэтому поэтому надо так относиться понятно ну еще один вопрос это вопрос зерна тут уже посчитали что это три года урожай за три года то есть прошлый урожай и сейчас озаботились европейцы и американцы как вывезти из украины этот урожай нужно куда-то поместить ну и третий урожай следующий до следующий год тоже под вопросом потому что совершенно непонятно что будет дальше там с экономикой сельским хозяйством но территории понятно мы обсудили но тем не менее как вы думаете вот эта история когда все озаботились бьют по все колокола журнал экономист публикует три колоска с черепами вместо зернышек то есть это свидетельствует о том что действительно в мире это огромнейшая проблема с одной стороны а с другой стороны мы видим как ну давайте будем откровенны вот этот этот процесс использует и российская федерация ответ мида мол ну да давайте конечно вывозите зерно через порт одессы санкции снимите ну естественно потому что россия украина занимала почти 30 процентов соответственно зернового рынка и шанс на голод он в принципе достаточно высок правда забывает расшифровать что шанс на голод высок скорее всего в южно в южной африке вообще в целом в африка на африканском континенте причина очень простая потому что интенсивного землепользования там так и не возник на моих каналах был аналитик раз зернового рынка андрей сизов но я вообще целом поддерживаю отношения там с со своими коллегами зерновом союзе потому что это одна из важнейших аграрных частей не только российского в первую очередь производства и экспорта но здесь я мы с вами обсуждали чем заниматься украине украине нужно с точки зрения ее политического финансового положения в первую очередь концентрируется на конечно сельхозпроизводства потому что земля украинская хорошо родить физически хорошо родить население которое можно потом возвращать нужно концентрировать именно на сельхозпроизводстве она очень тяжелая сразу могу сказать она очень человекоемкая и она очень низко оплачиваемая обычно но там могу и вот там будут появляться хутора там будет возрождаться жизнь абсолютно естественным способом поэтому дай в этом году с продовольствием будет действительно не просто но это наложенный эффект он больше наложенный за благодаря бездарным действием того что мы называем ошибочным государством предыдущие так называемые пандемийные годы потому что государственные мужи не заглядывали за горизонт и поводили локдауны которые не надо поводить в том объеме в котором они ввели они до этого развала до этого они развалили соответственно всю инфекционные исследовательскую работу и все инфекционные по сути дела больниц а теперь они просто как мы уже обсуждали выше демонстрирует абсолютно свою неспособность исправляться с военными конфликтами а дальше продемонстрирует такую же свою неспособность справляться с последствиями этих военных конфликтов в области экономики сейчас нужно больше 7 сеть шантаж 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 понятием ну потому что важно же вопрос вы на этот шантаж ведет евросоюз то где вот эта фраза где вы были 8 лет другим они хочется сказать северная сеть заглотнули ну там что-то типа санс я же это говорил действительно в четырнадцатом году что есть всего три фактора которые могут повлиять на оппозицию условной россии это знал и любой экономистом 2 курса это отключение от свифта запрет на работу с внешним долгом причем не с прошлым вернее и с прошлым и с будущим я соответственно отказ от российских углеводородов что это не знали в четырнадцатом году четырнадцатого года можно было много чего изменить можно было соответственно не идти на поводу у этих псевдозеленых которые действуют как бандиты можно было развивать ядерную энергетику ангелы меркель закрывала в собственно говоря ядерные соответственно станции испугались фукусимы да еще раз говорю яде огромной энергии есть плюс а есть минусы надо к не уважительно относиться а не считать можно перейти на костры в этом-то это шантаж конечно он под подставлена сама стратегия это зависимость том что в том числе сокращаются посевные площади и в той же европе да нужно к сожалению больше вкладывать в человеческий капитал ведь все что касается сельского хозяйства это очень затратная часть почему вы перевесили все на украину и на россию ну получите распишитесь дмитрий потапенко я благодарю вас за это заседание политбюро спасибо вам большое за то что имеете возможность вот пообщаться и с нашими подписчиками тоже пожалуйста удачи спасибо вам дорогие друзья и за подписку за репост за лайк под этим видео и конечно же ждем ваши комментарии до новых встреч и новых выпусков увидимся удачи